Слушаем фрагменты из книги «Дорога тысячелетий. Экскурсии по средневековому Крыму». Издательство Крым. Симферополь. 1966 год. Общины Готии. Деревня средневекового Крыма. Изучение феодализма в Крыму в настоящее время только выходит из стадии постановки проблемы. Это вызвано крайней скудностью письменных источников, относящихся к средневековому Крыму, и недостаточной научностью его памятников. Большая часть уже накопленных археологических материалов еще не вполне систематизирована и не опубликована. Это затрудняет изучение истории поселений и сельского хозяйства. Мнения ряда исследователей сходятся в том, что установление феодальных отношений в Крыму надо относить к IX-X векам. Рассвет же их падает на XII-XV века. Письменные источники, в которых можно найти интересующие нас данные, в основном относятся к более позднему времени, начиная с XV века, и в свою очередь нуждаются в ретроспективном анализе. Так, например, важные сведения о деревне средневекового Крыма имеются в уставе Кафы 1449 года. Он касается в основном Восточного Крыма, но констатируют и ряд фактов, имеющих отношение к горным, в том числе юго-западным его районам. Так, из устава мы узнаем о существовании там в первой половине XV века свободных общин Готии. Устав дает характеристику отдельных сельскохозяйственных территорий, поля, луга, панбище, сады, виноградники. Приводит перечень зерновых, технических, садовых и огородных культур. Говорит о виноградарстве и виноделии. Сообщает сроки уборки урожая. Называет домашних животных, орудия труда. Устав содержит и целый ряд практических рекомендаций по ведению хозяйства. Краткие, но важные сведения об арграрных отношениях в XV веке и деревнях, принадлежавших феодалам-генуэзцам, известны из документов архива Банка Святого Георгия, который управлял генуэзскими колониями в Крыму. Перечень средневековых поселений, подчиненных непосредственно туркам, приводится в повелительном листе крымского хана Шагин-Гирея. Изданном в 1780 году. Но повторявшим, по-видимому, лишь то, что было узаконено на три столетия раньше. Турки подчинили себе Крым в 1475 году. Этим почти ограничивается круг известных письменных источников, так или иначе упоминающих о деревне средневекового Крыма. Поэтому приходится обращаться главным образом к археологическим памятникам. Из них первостепенное значение имеют городища, замки, монастыри и поселения, которые были расположены недалеко от крупного торгово-ремесленного города Херсона, в бассейнах рек Альмы, Качи, Бельбека, Черной с их притоками, а также на южном побережье Крыма. Эти места, удобные для оседлой жизни и земледелия, обжиты с глубокой древности, а так как они были относительно защищены от кочевников, то жизнь здесь никогда не прерывалась надолго. Средневековые поселения Качи Южнее Качи-Кальона, вверх по Качи и ее притокам, подле каждого из современных сел, Баштановки, Пещерного, Высокого, Верхоречья, Охотничьего и других, находятся остатки средневековых поселений и могильников. Особенно интересно кладбище близ села Кудрино с развалинами церкви, одной из тех, которыми во времена Крымского ханства оказывали поддержку московские князья, искавшие тесных связей с православным населением Крыма. В селе Верхоречья на холме, что напротив современного кладбища, уцелел средневековый могильник. Некоторые его надгробия с изображениями орудия труда дали ценный материал для изучения деревни средневекового Крыма. На современном же кладбище стоят разваленные церкви с фресками XIV-XVI веков. Греческая надпись, найденная в ней и рассказывающая о ее восстановлении в дни турецкого владычества, позволяет понять роль, которую играли духовенство и местная феодальная знать при татарах и турках. Последние поступили в завоеванном Крыму так же, как некогда на Балканах. На территории разрушенной ими Византийской империи они сохранили, подчинив себе почти весь аппарат местного феодального и церковного управления, предоставив титулы и материальные блага знати и попам. Те, продавшие завоевателям, стали служить им, не забывая собственных нужд и по-прежнему выжимая все соки из своих соплеменников. Позднесредневековые документы говорят и о таких фактах, когда православное духовенство Крыма прибегало к помощи турецких и татарских властей для взимания с населения церковных сборов. На территории нынешнего села Баштановка под мысом Бурун-Кая, видимо, тоже было раннесредневековое поселение. В глинище на восточном окраине села обнаружены склепы с захоронениями 6-8 веков. В таком же глинище с северо-западной его стороны и на вспаханном поле обнаружены затянутые землей остатки жилищ, разоренные чаги, зерновые ямы. Сам Качикальон, большой пещерный монастырь, предстает во всей его хозяйственной деятельности. Он окружен мелкими усадьбами крестьян, жившими в монастырских владениях на удобных для виноградарства склонах Качикальона. На уровне Большого Грота с его кельями и святым родником, с храмом и могильником на площадке перед Гротом за пределами монастырской ограды тянутся к северо-западу хозяйственные сооружения и давильни для винограда, устроенные в пещерах. Последние идут в два местами в три яруса над тропой, проходящей вдоль всего обрыва, где до сих пор сохранились остатки крепит, вымосток барьеров. Между пещерами лесенки, вырубленные в скале. Ниже пещер на крутом склоне и искусственно созданных площадках сохранились каменные кладки наземных жилищ, пещеры хозяйственного назначения. Улавливается целый ряд мелких усадеб, каждая со своим тарапаном и подсобными помещениями. Прослеживаются улицы и проулки между усадьбами. К юго-востоку от монастыря картина несколько иная. Тут к нему прилегает поселение из более обширных усадеб, разбросанных по склону подаль одна от другой, тоже с тарапанами и подвалами, высеченными в скалах. По-видимому, виноградари и виноделы, расселившиеся на этих склонах, находились в несколько иной зависимости от монастыря, чем обитатели близкого к монастырю северо-западного участка, вероятно, лишенные земельных наделов. Такую же картину мы увидим и на удобных для хлебопашества землях средневекового поселения к северу от монастыря. Через ущелье, на плато Фицкин-Кая-Баш, пройдя по мелколесью между балками, по которым струится родниковая вода, мы увидим многочисленные следы и развалины широко разбросанных средневековых усадеб. Проступают фундаменты построек, видны ограды больших земельных участков. Местами вода вымывает из обнажения грунта черепки разнообразные гончарные посуды X-XIII веков. То же мы найдем и на заросшем густым лесом плато над самим Качи-Кальйоном. Напротив Качи-Кальйона, на другом берегу реки, как бы противопоставляя себя монастырю, стоит на мысу Бурун-Кая небольшое укрепление. Вокруг него многочисленные постройки средневекового поселения. Быть может, перед нами сельская община, не связанная с монастырем, захватившим лучшие земли, и вынужденная поселиться на каменистой земле, малопригодной для пахоты. Обитатели хижин, разместившихся подле убежища, скорее всего занимались паштушевским скотоводством. Вероятно, этим определялась и роль укрепления Бурун-Кая, внутри которого нет ни культурного слоя, ни признаков каких-либо строений. Укрепление могло служить убежищем для людей и скота на случай военной опасности. По своему облику, этот Исар чрезвычайно близок и к Басманскому Исару, и к поздне-скифским укреплениям типа Джалманского, Карагачского, и к такому древнему неоспоримо-таврскому укреплению, как Таш-Джарганское, близ Симферополя, у села Чистенькая. Связь рассматриваемого укрепления с обступившими его каменными хижинами ясна, а их развалины дают обломки средневековых круглодонных реберчатых амфор, плоскодонных кувшинов с временными ручками, посудой с волнистым резным орнаментом или росписью белым ангобом. То есть тот же материал не ранее 9-10 веков, что и качи-кальон. Однако небольшие шурфы на территории поселения Далий и тавровский материал. Это наводит на предположение о глубокой древности поселения, а может быть и связанного с ним убежища. Раскопки на Бурун-Кая были бы чрезвычайно важны для выяснения проблемы непрерывной преемственности хозяйственных и строительных традиций в Таврике. Поселение Байдарской долины. В Байдарской долине и ущелье речки Ужун-Узень, притока реки Черный, которая открывается в долину с востока, а также в западных отцеплениях той же долины, имеется 13 современных сел. Они стоят на остатках средневековых поселений или в непосредственной близости от них. Поселения эти интересны прежде всего тем, что жизнь на них никогда надолго не прерывалась. Их раскопки дают археологический материал от 5-6 веков до позднего средневековья. Включительно. Все эти поселения окружали долину, разместившись как бы на краях огромной чаши, которую наполняет влагой река Черная с ее притоками. Нынешнего Байдарского водохранилища тогда не существовало. Но тем не менее, плодоносная земля долины хорошо орошалась. Расселение обрабатывавших ее средневековых земледельцев не в самой долине, а на каменистых склонах гор или на глинистых холмах у ее краев, по-видимому, объясняется стремлением не занимать землю, предназначенную для полей и садов. Это было выгодно и с точки зрения обороны поселения от врагов, которые всегда могли найтись в то неспокойное время, полное раздора и вооруженных стычек с пришельцами или друг с другом. Нигде поблизости, если не считать Ласпи и Кокия, изолированных от Байдарской долины горными хребтами, не было замка или крепости, которые бы охраняли эти поселения. Предоставленные самим себе, они жили скучно. Усадьбы их были невелики. Небольшие постройки с маленькими двориками строились сплотную одна к другой, на искусственных ступенчатых террасах крутых склонов или холмов. Каждое поселение напоминало улей, обитатели которого, вероятно, были связаны с различными степенями родства. Картину подобной же планировки вскрыли еще незаконченные раскопки средневековой Баги возле села Новобобровское. Рядом с поселением в ущелье реки Баги, притока реки Черной, есть пещеры с признаками культурного слоя и остатками каменных сооружений. На лесистой горе, над пещерами и поселением остатки примитивных стен небольшого убежища того же типа, что Аюдакское, Мердвенское, Басманское и другие. По-видимому, как и там, здесь был укрепленный загон для животных, который можно сравнить и с позднескифскими убежищами-загонами, и с африканскими короалями. В нем в случае нужды могли прятаться и люди. На высотах над Багой простираются пастбища, местами покрытые зарослями редкого колючего кустарника и можжевеловых деревьев. К востоку, в 4 километрах от Баги, на том же хребте, возле урочища Ай-Димитрий, расположена пещера Сюндур-Лю-Коба, которая использовалась средневековыми пастухами. В глубине пещеры теперь сильно заплывшей когда-то была вода. Тут собраны обломки различной посуды 6-15 веков. Пещеры изобилуют костями домашних животных, преимущественно овец и коз. Наряду с целыми костями и черепами попадаются много дробленых и обожженных. Это пищевые отходы. Найденные и человеческие кости. Дальнейшие раскопки, несомненно, откроют картину длительного использования пещер людьми. Ласпи. На Ласпинской скале Ильяс-Ская, как уже говорилось, сохранились оттатки храма X-XV веков и небольшого средневекового укрепления. К нему примыкали постройки, громоздившиеся одна над другой по весьма крутому склону к седловине между Ильяс-Ская и хребтом Мачук, отделяющим Ласпи от Байдарской долины. На самом седле среди одичалых грушевых деревьев заметны фундаменты более поздних построек XII-XIV веков. Некоторые из этих усадеб примыкали к острым скалам на южном склоне от седла к Сарычу. Такие же постройки обступали скалу Ильяс-Ская из севера. Поселение на седле носило название Ласпи. Оно осталось и за всем урочищем, так как внутри котловины, ниже седла и развалин XII-XIV веков долго существовала одноименная поздне-средневековая деревня XV-XV веков, которая перестала существовать в конце XVIII века после выселения ее жителей в Приазовские степи. На скале Ильяс-Ская с западной стороны есть большая труднодоступная терраса, уступ, подобный висячему балкону. На него открываются гроты, где обнаружен ранне-средневековый культурный слой с костями овец и козь, обломки керамики VIII-XV столетий. По-видимому, гроты временами использовались в качестве убежищ для людей из кота. Группа построек на склоне под северными обрывами скалы представляла собой второе средневековое поселение X-XV века, и носившее название Хаспио. Оно отмечено на некоторых старых картах. Третье поселение того же времени, следы которого теперь еле видны, находилось у источника возле лесного кордона у самой дороги к морю. Оно называлось Шабурла. Четвертое на северо-западной стороне урочища, на участке между скалами Кале-Кая и Куш-Кая. Теперь едва заметно и не сохранило своего названия, как и два приморских поселения. В районе пионерских лагерей и строящегося шоссе во многих местах встречаются среди леса остатки отдельных усадеб XIV-XV веков. Они были разрушены в тот период, когда урочище принадлежало частным лицам, которые разобрали для своих нужд почти весь камень средневековых зданий и оград. Такая же судьба постигла и средневековый могильник Ласпи, малоисследованный, но известный в науке своими надгробными с изображениями орудий труда. Несмотря на сильную разрушенность памятников Ласпи, все они ясно видны. Говоря о планировке и характере жилищ, отметим существенное различие между широко разбросанными средневековыми поселениями Ласпи и синхронными и улеобразными поселениями Байдарской долины. Еще более разителен современный контраст. Сейчас Ласпи – это глухое лесное урочище, а Байдарская долина с обширным водохранилищем, возделанным полями, асфальтированным шоссеем, многолюдными современными селами, шумная и суетлива. Это подчеркивает присущее только Ласпи особое очарование покоя и задумчивости. Пройдите не спеша по урочищу в той последовательности, в какой здесь описаны его средневековые памятники. Вы не раз остановитесь в лесу у обомшивых развалин. Здесь поднимите кусок черепицы, иногда с клеймом в виде греческой буквы или примитивного изображения птицы, зверя. Там обломок огромного пифоса, амфоры, плоскодонного кувшина, на котором сохранился отпечаток пальцев слепившего его гончара. Глубокое раздумье невольно овладеет вами. Сравнивая одни памятники с другими, высловно перелистывая страницу за страницей, проследите, как жили тут люди на всех этапах Средневековья. Но чтобы лучше понять это, необходимо окинуть взглядом всю картину жизни деревни Средневекового Крыма. Многоотраслевое и сельское хозяйство явятся как бы первым планом этого полотна. Многоотраслевое и сельское хозяйство являются как бы первым планом этого полотна.